Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, и добрый вечер. Всех с Новым Годом, 2020. Цифра замечательная, будем надеяться, что это всем нам принесет удачи. А сейчас как раз есть возможность оглянуться чуточку назад, может быть, поговорить о том, что было в истекшем году, в том числе и в законодательной сфере, и в сфере права. Вообще, вот сейчас подведем такие итоги года с нашим сегодняшним гостем, деканом юридического факультета Балтийской международной академии Ириной Цветковой. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот если бы вас просили вот такие знаменательные события прошлого года, что бы вы отметили, что, может быть, вас, не знаю, удивило, поразило, огорчило, поскольку, я думаю, наши радиослушатели помнят, что у вас есть опыт работы в Сейме Латвии, так что тут связь и с политикой, и с правом. Да, ну, конечно, и в политике у нас очень бурные события, и в законах Латвии мы живем постоянно во время перемен, во время реформ, новый Сейм затеялся опять проводить новые реформы. Очень много изменений, конечно, не в лучшую сторону в налоговой политике. Всем нам печально известный был введен прогрессивный налог подоходный. Служба госдоходов строже стала следить за всеми физическими лицами, то есть за всеми жителями Латвии, затем занимаются ли они хозяйственной деятельностью или нет. Было очень много печально известных дел с небольшими бизнесами, которые разорились, и с, действительно, может быть, слишком большим применением формальностей, как бы не сотрудничая с маленькими бизнесменами, с небольшим бизнесом, средним бизнесом, с людьми. Служба госдоходов действительно, к сожалению, вынуждена констатировать, что превратилась в такую структуру, которая только преследует людей, а не помогает им найти какой-то выход, может быть, какой-то компромисс, чтобы наши налоги, сбор налогов, может быть, улучшался или был, скажем, не то что увеличивался по сумме, но, по крайней мере, была какая-то соразмерность. Это, кстати, очень точно подмечено, потому что вот сегодня, по-моему, СГД сообщило, что более 18 тысяч человек не подали декларации, все сроки прошли, и сейчас мы будем назначать с радостью, сообщили они, вот эти штрафные санкции. Вот это мы, конечно, умеем. На самом деле, казалось бы, ну что такое масштабы штаны 18 тысяч? Ну позвоните им, как-то сообщите, может быть, не все заглянули в эту систему ЭДС. Но мне кажется, что государство должно действовать не только вот как бы наказать и покарать, а вот каким-то образом, ну, должно быть какой-то диалог. Вспоминается в прошлом году эфир на латвийском телевидении с генеральным директором. И был такой диалог между генеральным директором и одной предпринимательницей, у которой очень быстро и эффективно, в кавычках, закрыли ее небольшой бизнес-кафе за долги по налогам. И тогда генеральный директор сказала, ну, у нас письма рассылает робот, то есть все происходит у нас роботизировано. А, робот. Да. Ну, с одной стороны, конечно, да, понятно, что объять там 18 тысяч человек и обзвонить их колл-центра нет такого в службе госдоходов, вероятно. Но, тем не менее, конечно, можно всегда найти индивидуальный подход, тем более, что этот прогрессивный налог был введен, ну, мягко говоря, не разъясняя должным образом населению о том, почему, как это будет теперь сказываться на людях, на их, так сказать, декларациях. Они думают, что с них автоматически взимается столько, сколько надо. Да, и это, конечно, тоже проблема. Опять мы возвращаемся к политике, к нашей налоговой политике, к тому, что принимает, какие принимают решения Министерство финансов, Министерство экономики, какие они изменения подают. Все заточено на то, чтобы увеличивать налоговые сборы. Действительно, мы достигли рекорда, чем почему-то очень хвалится, значит, наше правительство, что у нас теперь 11,5 миллиардов впервые в истории Латвии, которые мы теперь очень успешно тоже разделили уже и распределили. Конечно, я вижу несоразмерность, если мы говорим о налоговой политике, она абсолютно явная. Дальше у нас есть проблема, если мы касаемся финансов, что у нас закончились еврофонды и фондоедение, так называемое, у нас уже пришло к своему завершению, и нам придется жить за свой счет. Готовы ли мы к этому, это тоже очень большой вопрос, потому что это, конечно, повлияет и на бизнес, который был заточен тоже, и фирмы, которые работали в основном на то, чтобы осваивать эти фонды. С большим-меньшим успехом. Я уже не говорю о том, что действительно и на государственном уровне, и на муниципальном были возможности использовать еврофонды. Теперь мы их тоже лишаемся, хотя это было известно, и нужно было делать выводы. Дальше, говоря о финансах, у нас, конечно, самая скандальная история, я думаю, мирового значения, мирового уровня, это возбуждение уголовного процесса против президента Банка Латвии, и, наконец-то, его полномочия завершились в конце прошлого года, несмотря на то, что он был сначала отстранен, потом, как он считает, триумфально, в кавычках, он вернулся, и продолжал получать огромную зарплату из средств налогоплательщиков, естественно, из госбюджета. Это тоже очень большая проблема, банковская сфера, надзор за банками, то, что происходит, и вкупе с этим связаны, конечно, в конце 2018 года принятое постановление такой организации международной MoneyWell, и в 2019 году мы очень усердно, наше правительство занималось тем, что упорядочивали, значит, сферу банковский сектор, легализацию средств, нажитых нечестным путем, и так далее, и так далее. Тоже, я считаю, что, конечно, это позорная история для Латвии, потому что сегодня остается актуальным вопросом, включать нас или не включать в серый список. Да, не исключено, что все равно в серый список включат. По моему личному мнению, конечно, это может произойти, несмотря на все старания, и, как всегда, у нас очень декларативно, мы все очень красиво оформляем на сайтах, делаем релизы, пресс-релизы, наше правительство, и очень красиво умеем выступать с презентациями, рассказывать, что мы приняли все необходимые меры, но они свелись к тому, что мы приняли изменения в законах, которые, может быть, уже сто лет назад надо было принять, чтобы быть в рамках действительно международных и европейских норм и требований. Мы прикрыли, как говорят в народе, пару банков, хотя, может быть, вообще надо было пересмотреть принципы работы наших коммерческих банков, которые давно уже, много лет с момента кризиса, у нас кризис, если помните, был в далеком 2007 году, начался. За эти годы у нас, собственно говоря, не было принято нужных мер, чтобы действительно упорядочить эту банковскую систему и, может быть, вообще уменьшить количество банков, что и привело к тому, что мы увидели, наконец, что это были не резиденты в основном, что это были плохие, что даже самые крупные и самые замечательные банки в основном занимались тем, что обслуживали эти так называемые серые деньги. И более того, последние несколько лет, их можно сказать, что 5-10 лет, у нас банки не финансируют экономику. И сегодня новый уже президент банка Латвии, Казакс, он говорит о том, что вот мы сейчас исполним все требования, мною помянутую Манивелл. А как с кредитованием, кстати, экономики? И банки начнут кредитовать сразу же. Конечно, такого не произойдет, мое глубокое убеждение. А чем вообще банки будут заниматься? Если нет больше нерезидентского бизнеса, банковского. Главная функция банков, на самом деле, не обслуживать нерезидентов, в общем-то, а самая главная функция банков – это чем торговать? С деньгами. То есть они должны давать ссуды и получать за это процент. Собственно, во время кризиса они занимались тем, что отбирали успешно с помощью, действительно, нашей судебной системы, которая была выстроена и заточена под лобби банков. Забрали практически львиную долю недвижимой собственности Латвии. Она перекочевала в собственность банков. И мы знаем, что один из банков, такая компания, дочерняя одного из банков, с названием замечательным «Экторнет», она является самым крупным владельцем недвижимой собственности в Латвии сегодня. То есть фактически банки в какой-то мере превратились в дом управов. То есть они обслуживают недвижимость, предлагают нам ее опять взять в ипотеку. И так по кругу, да? И так по кругу, это бесконечно, а бизнес действительно не финансируют. И, к сожалению, они приложили руку и к тому, чтобы у нас действительно рецессия в экономике, у нас произошла рецессия, она действительно произошла. Это что касается экономики. Так, если быстро взглянуть на то, что в финансовой системе. Штрафные санкции, ужесточение всяких штрафов. То есть фактически никаких благоприятствий в бизнесе, только наоборот. Простые люди ощущают, что у нас система, по сути, стала карательной. То есть у нас и налоговая политика, и все, как построено наше законодательство, скажем так, и наш главный нормативный акт, они построены как карательная система, ловить, наказывать, пресекать. Хотя есть мнение, они считают, что, я помню, что представители министерства в свое время объясняли повышение очередной штрафов, все именно на заседаниях комиссии, тем, что это превентивная мера. Но на самом деле, конечно, это неблагоприятные условия для действительно и жизни, и ведения бизнеса. Я думаю, что, конечно, сегодня вкупе, если мы теперь еще повернемся к власти и посмотрим, как действует власть, то, конечно, совершенно далеки они стали от народа, как говорили классики. И мы видим, что сегодня не принимает своего внимания вообще мнение населения, по сути своей. И все происходит формально, за закрытыми дверями фактически, и даже в нарушении законов. Дальше можем говорить о медицине. Но медицина у нас вообще хронически больна. Боюсь сказать, что она неизлечимо больна. А пока не видно никаких признаков улучшения. Последний был привет самим медикам, я так понимаю. Все эти принятия, не исполнение закона, а финансирование здравоохранения. Власть, опять же, показала, что можно просто не исполнять закон. Это, наверное, очень плохо с точки зрения прецедента. Но вот вы как преподаватель, к примеру, какие-то будущие юристы пришли на первый курс. Я так пытаюсь представить ситуацию. Они скажут, уважаемый преподаватель, вы говорите, что законы, естественно, нужно соблюдать. Это основа основ. Но если сам Сейм и правительство говорят о том, вы знаете, те законы, которые нам не нравятся, мы не будем исполнять. Это, в принципе, очень плохой прецедент. Не только дело в медиках. Да, это, конечно, показывает, по сути дела, как бы помягче выразиться. С одной стороны, это правовой нигилизм. Но, видите ли, с другой стороны, конечно, все в их руках. Они даже не считают сегодня необходимым соблюдать процедуры, не бояться за свою репутацию. Приходя к власти, принимая этот закон, он был абсолютно популистский. Совершенно понятно, что он был принят, чтобы действительно проголосовали за определенные политические силы. И принцип был такой, ну как можно было не обещать. Но они даже не приняли какой-то переходный период, что можно было сделать, как обычно делается с законами. Переходные такие правила. Переходные правила, что, вы знаете, он вступит в силу, может быть, в этом году, может быть, в следующем, или через год, через два и так далее. Они, конечно, приняли это сразу. И, конечно, формально Сейму нужно было считаться и нужно было исполнять закон. Ну как можно не исполнять закон, да? Теперь обратная связь. Если власть показывает, что можно не исполнять закон, если очень нужно, то что тогда просить от жителей Латвии? Соответственно, вот это недоверие к власти, которое у нас уже хроническую форму тоже имеет, нездоровую, оно, конечно, привело уже к какому-то действительно, может быть, такому кризису. И я думаю, что, ну куда уж дальше. Может быть, это связано также и с тем, что у нас все-таки нет смены политической элиты. Это очень большая проблема. Мы здесь не будем говорить о правых, левых, хороших, плохих. В целом, если мы посмотрим на общую ситуацию, то у нас нет обновления такого, действительно, кардинального обновления. А мы уже живем в 21 веке, конечно. И уже молодые люди есть, совершенно, может быть, чуждые каких-то там исторических. А в политике все те же, которые были в начале 90-х. А в политике все те же, старики-разбойники, в хорошем смысле слова. Я уже не говорю о членах Компартии и так далее, и так далее. И они, конечно, просто не годятся уже для того, чтобы как-то строить наше будущее. Более того, до сих пор у нас план развития на будущее, он существует только на бумаге. И тоже, кстати, это произошло в прошлом году, что у нас есть специальный совет, который принимает план развития на будущую пятилетку. И об этом плане развития была соответствующая, сначала опрос, оказывается, был население, о чем население, конечно, не было уведомлено, потому что нельзя же было населению в этом действительно участвовать. Но зато была очень красивая, так сказать, потом пресс-конференция, на которую, опять же, почти никто не пришел, кроме двух-трех ученых-мужей и журналистов из разных издательств, которые присутствовали при докладе, что этот план уже принят. И самая глобальная, конечно, проблема в Латвии – это то, что мы не знаем, куда мы идем, какой наш путь. Очень красивыми словами прикрываться, что мы в Европейском Союзе, что мы вместе солидарны и так далее. Но это несерьезно. В любом случае у каждого государства и члена Евросоюза есть какой-то свой путь. Мы видим, что наши соседи, даже недалекие наши близкие соседи, это и Литва, и Эстония, они все-таки больших успехов достигли. Наша как и система политическая, на мой взгляд, так и законы, которые работают, они, с одной стороны, карательные, с другой стороны, политическая система, она архаична. Она уже не соответствует реалиям и потребностям вообще молодых людей, потребностям глобального мира, который меняется. Мы можем говорить и о президенте, о выборах народного президента и так далее, и так далее, и так далее. И даже о выборах тех же политиков и партии, которые у нас только по спискам, и мы не можем избрать народных депутатов ни на муниципальном уровне, ни на государственном уровне и так далее. Ну и, конечно, год был знаменателен коррупционными скандалами, да, и тем, что у нас есть кризис в столичном муниципалитете, в Думе Рижской, и бесконечно, конечно, эти скандалы, знаете, раньше было такое выражение «цирк с конями», теперь это можно назвать «цирк с котами». Там постоянно у нас… Ну, Дума затмила все им по количеству скандалов, да? Ну, на сегодняшний день, конечно, затмила. Казалось бы, да, самоуправление, да. Конечно, тоже находится в кризисе. Понятно, есть, с одной стороны, попытки, соответственно, политических сил и министра Пуца, значит, Думу разогнать, но, с другой стороны, мы видим, что действительно там есть кризис. А нет такого ощущения, что вот это, может быть, подтверждение той мысли, о которой вы сказали буквально минуту тому назад, об общем кризисе? Потому что ведь даже если сейчас не вдаваться в такие подробности, даже повод для распуска Думы нашли самый неподходящий. Есть 10 других причин, более реальных, да, а как раз за ту функцию, которая более-менее выполняется, как раз решили Думу разогнать. Это тоже говорит о том, что, наверное, и те, кто у власти на таком государственном уровне, тоже не очень хорошо прогнозируют развитие ситуации. Министр Пуца, откровенно говоря, конечно, пытается найти любой формальный повод. И, наверное, впервые за много-много лет действительно так скрупулезно ухватились именно за Рижскую Думу, изучая возможности, каким образом там снимать, назначать, разгонять, снимать должности мэра и так далее. С одной стороны, в общем-то, всегда так надо работать. В общем, любой министр должен был это делать по отношению к любому муниципалитету. Да, выполняйте, не выполняйте, пожалуйста. У нас, как всегда, есть исполнение обещаний перед избирателями, насколько я понимаю, в отношении одного муниципалитета, но не происходит это во всех муниципалитетах. Почему бы во всех городах не делать то же самое? С другой стороны, можно сказать, что этот год ознаменовался, кстати говоря, и триумфальной сменой, на мой взгляд, мэра Даугавпилса. И, наконец-то, там появился действительно мэр с человеческим лицом Андрей Элкснич, который занялся действительно хозяйством, а не тем, как занимались предыдущие, в основном тем, чтобы осваивать бюджеты, пристраивать на закупки своей фирмы, связанных лиц. Уже не говоря о коррупции и всяких взяточничестве, в чем уже обвиняют и бывшего мэра. Это, можно сказать, достижение, одно из достижений. Может быть, оно даже будет иметь какой-то хороший пример для будущего именно в Латвии и вообще для муниципальных, в том числе, выборов. Да, ну, конечно, наверняка выборы, конечно, будут внеочередные в Рижской Думе, наверняка, конечно, это решение будет принято. Конечно, есть какая-то малая доля вероятности, что это не будет сделано. Конечно, можно говорить о том, что это политически ангажированное мероприятие, но, тем не менее, если посмотреть на эту ситуацию, конечно, объективно, то можно сказать, что, конечно же, и коалиция в Рижской Думе сама виновата. Собственно говоря, нужно было бы признаться в своих ошибках, нужно было бы действительно переформатироваться, чего, в общем-то, до сих пор, по сути-то, не сделано. И, конечно, будет очень сложно на выборах, если они произойдут на внеочередных в Рижскую Думу. Это, конечно, очень серьезно, что у нас столица Латвии действительно погрязла в коррупционных тоже скандалах, причем во всевозможных, начиная с самого низкого уровня, по самому, можно сказать, ничтожному по своей сути, когда пристраивают по фиктивным трудовым договорам, чтобы изымать деньги из бюджета. Люди не выполняют свою работу, потом бегают, скрываются, не могут рассказать, что они делали. Но это уже, конечно, какую-то степень превосходит возможного и, в принципе, для любой политической силы, какая бы ни была. Потом, конечно, очень странно, что у нас принято между политическими партиями использовать такую аргументацию, что, ну, если вам можно, почему нам нельзя? И здесь, конечно, речь идет о том, что нам нужна смена политической элиты. И действительно, фактически, необходимость есть, просто жизненная необходимость, чтобы у нас пришла, наконец-то пришли люди, честные политики. Не абсолютно, конечно, мы не можем, конечно, говорить. У нас всегда будут все недовольные, наше население всегда будут критиковать, и это нормально. Но, тем не менее, чтобы не было такого, что могли просто схватить за руку за конверт или взятку и так далее. Ирина Цветкова у нас в студии, 612-939. Ваши звонки будем принимать после короткой паузы на рекламу. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, добрый вечер еще раз. Декан юридического факультета Балтийской международной академии Ирина Цветкова у нас в студии, в прямом эфире. Да, мы здесь в перерыве тоже обменяясь мнением. Обязательно поговорим и об образовании. Много событий в этом, да, теперь уже в прошедшем, в минувшем году произошло. Но еще, может быть, несколько слов по итогам года. Такой беспрецедентный случай. Кстати, первый гражданин даже не из стран Балтии, а всей Северной Европы. Айверс Лэмбакс оказался в санкционном списке Соединенных Штатов. Как кто-то заметил, что это еще почище, чем в тюрьме. Потому что из тюрьмы можно как-то выйти, там, по амнистии, за хорошее поведение. А из этого санкционного списка такое ощущение, что выхода нет. Ну, это продолжение истории про вот это заключение, сделанное Манивел. И еще и американская специальная служба с таким длинным сложным названием тоже занималась этой проверкой. И, кстати говоря, они тоже участвовали тогда в том, что в этой проверке ситуации в банковской сфере. И в том, что происходит в Латвии именно с этими деньгами, так называемыми, не очень чистыми. И с обслуживанием нерезидентов и так далее. Ну, конечно, мы можем спорить о том, как это резко было принято решение, и по чьей указке, и так далее, и так далее. С другой стороны, если бы у нас система работала чисто, правильно, отлаженно и не нарушали действительно каких-то норм и границ своей деятельности, то, может быть, и не возникла такой выпиющей ситуации, что это нужно было решать в один день. И связано это было, если вы помните, и с Венспилским портом в том числе. Быстренько тоже приняли решение, чтобы перенять как Венспилский, так и Рижский порт. Государство переняло себе, убрало от самоуправлений. Хотя это тоже можно было решить все спокойно, не за один год, может быть, даже, сделать соответствующую реформу и так далее. Понятно, что может показаться, может быть, что частично там есть какой-то политический заказ и так далее. У нас действительно очень странно, мягко говоря, рассматриваются уголовные процессы, которые в отношении непосредственно мэра Венспилса длятся уже десятилетия, а какие-то, которые, может быть, нужно было рассмотреть, подать в суд, либо вообще не доходят до суда, потому что нет доказательств в том, что преступление было совершено. Либо его тянут, потянут, вытянуть не могут, вообще закрывают на стадии еще так называемой рисорической проверки. Да, ведомственной, да. И так далее, и так далее. Да, к сожалению, мы все делаем непланомерно. У нас нет видения, на мой взгляд, системного. И мы делаем все, когда уже пинок получаем. Этим грешит действительно наше государство и наши чиновники, в том числе. Так сказать, вяло текущее существуя и пока уже не припрёт, тогда уже они начинают принимать какие-то меры. Да, действительно, это болезненное, наверное, конечно, решение и так далее, которое принято. Но если у него были основания, вопрос в том, почему у нас не делалось это своевременно. Это правда. Вот еще, может быть, такая тема, я знаю, что вы как юрист и как, может быть, исследователь занимались исследованием всей этой темы неплатежеспособности. Вот, в принципе, если мы возьмем закон о неплатежеспособности, это ведь не всегда, вот по этому закону не всегда фирма или предприятие должно быть признано банкротом. Теоретически, по этому закону, возможно, и санация, то есть, ну, по существу, когда предприятие все-таки удается вернуть к нормальной хозяйственной деятельности. Но у нас как-то вот все заточено на то, что вот процесс неплатежеспособности, это, считай, все вынесут до последнего стула. Что здесь, может быть, надо поменять, на ваш взгляд, что здесь неправильно? Поменять нужно как раз то, о чем мы начали говорить, поменять нужно деятельность банков коммерческих и уменьшить как можно больше лоббирование банков, которые до сегодняшнего дня очень сильно в нашем парламенте. У нас изначально было очень хорошее регулирование по неплатежеспособности, оно действительно способствовало тому, чтобы фирмы возобновляли свою деятельность, восстанавливали свою деятельность. Кстати говоря, это же и касалось самих коммерческих банков, которые могли, начав процедуру, если они не могли рассчитаться, начать процедуру санации и таким образом выйти из этого кризиса. Мы такого случая ни одного по поводу банков не знаем, у нас все происходит уже, когда у нас отнимают лицензию и обратного пути нет, а что касается бизнеса, то, к сожалению, тот закон, который был пролоббирован банками, он заточен на той, там прямо так и описана цель закона, это рассчитаться с долгами и, если возможно, восстановить платежеспособность. У нас Совет иностранных инвесторов в 2016 году спохватился, сделал исследование и сосчитал свои убытки, которые были на тот момент порядка 600 миллионов евро. И они прогнозируют, что за последующие несколько лет они могут достигнуть 800 миллионов евро. И они с ужасом констатировали, что у нас вообще не работает система реструктуризации, несмотря на то, что, кстати говоря, 19-й год у нас, прошу прощения, год у нас также закончился и печально известным банкротством Дзинтерса, который пытался, кстати говоря, восстановить свою платежеспособность, но та законодательная база и тот закон, и процедура, по которой сегодня формально это возможно, по сути не дает возможности фирме восстановить свою деятельность. Что очень характерно, как в случае с Дзинтерсом, так и в случае с Лепой, с Металургс, который был тоже банкротом, известно, а за ним уже и следующая компания, которая была создана, что банкротство и того предприятия, и Дзинтерса зависело от государства, потому что они были главными кредиторами, от которых зависело, будет ли восстановлена деятельность или нет. И очень удручает, что, конечно, государство не заинтересовано в том, чтобы сохранять рабочие места, чтобы сохранять эти предприятия, чтобы давать им возможность реструктуризироваться, может быть, распределить, разделить, можно же действительно выделить какие-то активы и так далее, и так далее. У нас, к сожалению, системного подхода нет, потому что самое главное у нас, чтобы был правильный администратор, и скандалы с администраторами неплатежеспособности с этим же связаны. Ну, только в худшую сторону, можно сказать. То есть, конечно, все вроде как упорядочено, зарегламентировано, их сократили, привели к какому-то знаменателю, но это не изменило самой системы. То есть, система не построена той же неплатежеспособности на то, чтобы предприятия восстанавливали свою деятельность. Более того, у нас вообще в Латвии не существует понятия даже такого, что у нас предприятие или фирма должна быть с репутацией, с историей какой-то. Она только касается строительных компаний, которым нужно иметь определенный оборот и для закупок, и, может быть, определенный срок деятельности, сколько-то лет там в Латвии и так далее. Они, кстати говоря, не все выдерживают, поэтому создают там командитные, персональные так называемые там товарищества общества. Но что касается бизнеса, то сегодня есть стагнация реальная. Сегодня у нас ликвидируемых предприятий по статистике больше, чем новых, и служба госдоходов утверждает, что это благодаря тому, что они администрируют и закрывают фирмы, которые фактически уже не действуют или у которых были налоговые долги. Но так как это длится уже с 2016 года, то есть тенденция сохраняется каждый год, то мы можем видеть, что это говорит и о том, что в Латвии неблагоприятные условия для ведения бизнеса. Даже не говоря об налогообложении, которое может быть действительно не самое низкое среди других европейских стран. Но мы даже если говорим о том, какие есть возможности потом договариваться с налоговыми институциями, реструктуризировать бизнес, договариваться с банками, которые почему-то считают самым важным быстренько ликвидировать предприятия, от них опять же все зависит, отобрать активы и не дать возможности работать. Еще когда я была действующим администратором, я наблюдала, как просто цинично закрывались предприятия, перенимались. Ничего нельзя было сделать. И фактически нельзя было ни восстановить, ни сохранить, что самое главное, предприятие, не говоря уже о рабочих местах и так далее. Да, вот еще одна тема, которая близка сейчас вам уже не просто как практикующему юристу, как преподавателю, это, конечно, образование. Много было событий, были и интересные решения, я так дипломатически говорю, конституционного суда. Как бы вы оценили сейчас ситуацию в сфере образования, может даже в сфере высшего образования, потому что есть такая парадоксальная ситуация. У нас достаточно вузов разного профиля. Мне кажется, что достаточно качественный. Всегда, конечно, можно спорить, но тем не менее мы видим, что молодые люди решают все-таки продолжить образование. В других странах в этом нет ничего плохого. Это нормальная реакция молодых людей. Но вот как вам видится вся эта ситуация? Ну, с одной стороны, действительно, даже возникла некая мода на высшее образование. Есть такая тенденция, что это модно получить высшее образование, диплом о высшем образовании. И, конечно, у нас очень широкий спектр в Латвии вузов, как государственных, так и частных, которые предоставляют все возможности получить образование в различных сферах и отраслях. Проблема, конечно, касается того, что, к сожалению, опять же, наши государственные вузы хотят монополизировать образование. Хотят, вот у нас это в будущем будет, теперь еще и новые изменения, хотят статус университетов сохранить только за государственными вузами. Опять же, были приняты радикальные изменения, по которым сегодня у нас ограничена возможность использования языков не только в государственных вузах, но и в частных вузах. И что самое печальное, что это уже повлияло и повлияет в будущем на возможность обучения иностранных студентов в Латвии, потому что есть ограничения по использованию языка. И, конечно, это касается и дальних зарубежных стран, это касается и всех постсоветских так называемых стран. И студенты будут переориентированы, конечно, к нашим соседям ехать учиться в Эстонию и в Литву. Кстати говоря, в Литве до сих пор в Вильнюсском государственном университете есть возможность билингвального образования, получения образования. Несмотря на то, что это тоже страна Евросоюза и что там государственный язык литовский, они считают возможным сохранить возможность обучения в государственном вузе. Даже на русском языке это им совсем не мешает, а только способствует тому, что у них больше студентов приезжает и учится. Литва, естественно, отреагировала, в Каунасе уже хотят ставить дополнительный кампус, чтобы звать студентов, приглашать учиться к ним. Латвия, конечно, сильно потеряет. Больше я хочу сказать, что если мы говорим о частных вузах, то даже в сравнении с пресловутыми, сегодня сто раз упомянутыми коммерческими банками, вклад и польза от частных вузов и налоги, которые они действительно приносят государству, намного больше, в разы выше, чем от коммерческих банков. Потому что коммерческие банки у нас многие годы работали вообще без прибыли, несчастные. Сейчас, правда, показывают. Теперь уже стали показывать, тоже, опять же, благодаря той же известной проверке, которую учинили против финансового сектора в Латвии. Значит, образование действительно будет испытывать сложности. Я думаю, что, конечно, в Конституционном суде дело будет рассматриваться, сегодня оно уже есть, это заявление о том, что именно ограничение использования языка. Конечно, скорее всего, они будут склонны рассматривать это по аналогии со средним образованием, как и в школах и так далее. Но что здесь, на мой взгляд, неправильно, что у нас все решения принимаются радикально, в спешке, быстро, политизировано. Конечно, если мы говорим о реформе образования, опять же, об этом кризисе, то, конечно, мы видим, что сегодня у нас и не подготовлено ни среднее образование, ни высшее образование. У нас не было подготовлено к тому, чтобы действительно принимать эти реформы. Но вынуждены, конечно, как-то это будем опять прикрывать какими-то бумагами и так далее. Да, хотя, на самом деле, если так вот просто абстрагироваться даже от политики, просто с точки зрения бизнеса, да, есть вуз частный, да, который существует на деньги совладельцев и студентов. Конечно. Которые сами платят, да. Есть преподаватели, которые способны преподавать не только на языках Европейского Союза, так скажем, ну, на русском в частности, да. Есть опыт, есть спрос и, казалось бы, причем, каким образом государство вот так грубо вмешивается вот в такую предпринимательскую деятельность. Ну, в том-то и дело, что если мы вспомним и об реформе, и об этих изменениях в законе и среднего образования, и потом же это коснулось и вузов по аналогии, то Шадурский тогда, в то время, министр подавал это все по-быстрому, в последнем чтении, что вообще тоже по процедуре совершенно неприемлемо. Не опрашивались, естественно, и представители отрасли, так называемые, должным образом. Не было дискуссий соответствующих и так далее, и так далее. Конечно, это абсолютно политическое решение, но мы об этом и говорим, что, то есть, какой же тогда наш путь, что для нас главное. Более того, мне кажется, что, несмотря на то, что я когда-то, еще в далеких 90-х, заканчивала Латвийский университет, сегодня Латвийский университет является главнейшим авторитетом среди вузов, как гуманитарный, государственный вуз. Плюс, но скандалы, в которых был, кстати говоря, замешан Латвийский университет в прошлом уже, теперь можем говорить, году, камня на камне не оставляет его авторитету, потому что, мы знаем, там были нарушения с выборами ректора, я уже не говорю о коррупционных тоже скандалах, о том, как потом сняли, а потом пытались пристроить на должность Броку, она там читает лекции и так далее. Там тоже уголовный процесс в отношении, в общем. И тоже там уголовный процесс, да. То есть, ну, просто все погрязло, погрязло действительно у нас во всевозможных скандалах. Поэтому, конечно, то, что касается образования, ну, я думаю, что здесь есть тоже в определенной степени кризис. И он, кстати говоря, связан, почему же монополия нужна государственным вузам, почему они так обеспокоились, собственно говоря, тоже рассматривая это как бизнес. Потому что и в государственных вузах не только бюджетные места, и в государственных вузах тоже студенты учатся за деньги, и за немалые деньги, тоже обучение платное. Так вот, проблема демографическая ситуация, да. Проблема в том, что количество студентов неукоснительно у нас уменьшается с каждым годом, их все меньше и меньше. И вот бы здесь, конечно, воспользоваться возможностью иностранных студентов, привлекать все больше и больше, чтобы они учились... Это же экспорт образования, конечно. Да на любом языке, да хоть на китайском, собственно говоря. Это даже, в общем, было бы неплохо. Конечно. С учетом количества студентов в этих странах. Конечно, нет, у нас только языки Евросоюза, да, где теперь у нас отсутствует, естественно, и китайский, ну, упомянутый там, да, и тот же русский, да, только на... Это можно только на языке Евросоюза и только в ограниченном количестве, то есть все равно в основном это на латышском языке. Опять же, ни инфраструктура, ни база преподавательская, ни какие-то курсы подготовительные, ничего не подготовлено, но нам нужно срочно переориентировать и принять такие законы, да. Совершенно нет экономического обоснования этому, конечно. Это тоже такой хороший вопрос, может быть, в завершении. Я понимаю, что он в какой-то степени риторический, но мы знаем, что при всех его особенностях, тем не менее, нерезидентского банковского бизнеса больше нет. Программы ВНЖ нет, да. Экспорт образования, ну, ни шатка, ни валка. Вроде бы и не запрещено, но мы ничего особо не делаем, чтобы студенты приезжали. Экспорт медицины, ну, тоже, поскольку сами вот эти частные медицинские клиники без помощи государства пытаются кого-то привлечь. Спрашивается, а на чем мы будем зарабатывать, особенно, как вы сказали в самом начале, при том, что мы еврофонды вот на этот 7-летний период благополучно проели. Дальше что? Как будем жить? Ну, будут собирать налоги. Причем налоги… С оставшихся жителей. С оставшихся, да. И это вообще похоже на оббирание, не собирание и взымание налогов, а на оббирание просто жителей Латвии до нитки обобрать уже последнее, что есть, да. И это тоже говорит о том, что то, что повышают все время налоги, то, что увеличили, кстати говоря, с нового года, да, акцизы, да, вот буквально. Мы сейчас можем видеть цену на топливо и цены на табак увеличены и так далее, и так далее, да. Это все, конечно, говорит о том, что есть необходимость, конечно, пополнять бюджет, а бюджет можно пополнять не развивая экономику, как видят наши правящие, а просто оббирая наше население все большими и большими поборами. Да, ну, к сожалению, может быть, такой пессимистический взгляд на год прошедший, может быть, наступающий год, ну, как-то будет более благоприятный. Ирина Цветкова у нас была в студии, и большое спасибо. Спасибо вам.